Доброго времени суток всем мамам! Извините за непрофессиональное видео, я не снимаю видео каждый день, но хочу поделиться своей историей, историей про своего малыша и о нашем знакомстве с Давидом. Сегодня 13 марта 2017 год. Быстренько расскажу про себя. Меня зовут Ирина, у меня два мальчика, двойняшки. Малыши родились прекрасные, здоровые. Хорошие, добрые, веселые ребята. А в два года мы за одним из малышов начали наблюдать какие-то странные вещи, взмахи ручками, хождение на носочках, игнорирование братика, отсутствие речи. И он не смотрел в глазки. То есть не смотрел в глазки и не отзывался особо на свое имя по настроению. Когда хотел, отзывался, когда не хотел, не отзывался. Все это нам показалось странным. Мы обратились к врачам и нам поставили диагноз мягкий аутизм. Конечно, это было очень неприятно. И мы взяли сразу кучу специалистов, с ним начали заниматься. Сдвиги есть, но не такие, которые хотелось бы, конечно, иметь маме. Он все равно немножко отличается от других деток. И меня это волнует. Как любая мама, я начала поиск в интернете, информацию, смотреть, что это, как это лечится, не лечится, чем можно помочь, как это исправить. Информации куча. Пока искала, наткнулась случайно на одну маму в ютубе. Название видео было «Аутизм излечим». Конечно, как любой маме хочется в это верить. И я нажала на это видео, посмотрела его. Женщина рассказывала про ребенка-аутиста, который начал общаться с Давидом, и у которого начались большие сдвиги, сдвиги в прогрессе. И я решила к нему тоже обратиться. Подумала, что я теряю, ничего не теряю. Я ему написала Давиду, он очень быстро мне ответил. Но сразу мы не смогли созвониться. В этот день мы не смогли созвониться, потому что я везла детей в садик, и у нас была огромная разница во времени. Интересная вещь. Когда привезла детей в садик, как любая мама привела их в группу, уходя из группы, я им сказала «Малыши, пока». Один сын повернулся, как всегда, посмотрел на меня, улыбнулся, помахал ручкой, сказал «Пока». Мальчик, у которого аутизм, сынок, он обычно этого не делает. Но в этот день он повернулся, посмотрел на меня, помахал ручкой, сказал «Па-па-па». То есть «Пока». Я вышла из группы ошарашенная, конечно, я не знала, что это, как это случилось, совпадение. С Давидом мы в этот день еще не разговаривали. Я не знаю, как это получается, но хочется, конечно, как любой маме, верить в чудеса. Придя домой, попозже мы созвонились, извините, пожалуйста, с Давидом. Разговор наш продолжался около двух часов. Разговор был очень легкий, так как человеком он очень оказался общительным, добрым, улыбчивым, с ним очень легко и приятно говорить. У меня два часа пролетели, как 15 минут. Он мне рассказал вещи про аутизм, дал несколько советов хороших, как помочь малышу перестать ходить на носочках. Он, когда сильно радуется чему-то, он встает на носочки и хлопает ручками. Советы такие. Он предложил подкладывать ему в носочек, как сказать, какую-то подкладочку. Мы делаем носочки, сворачиваем, что не дает ему вставать на носочки, а дает упор на пяточку. Мы начали это делать. И еще он нам посоветовал делать, нажимать на точечки, где называется ахиллово сухожилие. Все это мы будем выполнять. Я надеюсь, это нам поможет. Еще один интересный факт, который произошел в этот день, и напомню вам то, что ребенок в этот день с Давидом не разговаривал. Разговаривала только я. Хочу вам еще сказать, что он мне дал какую-то уверенность, спокойствие внутреннее, что немаловажно для любой мамы, потому что мамино... Потому что мамино спокойствие зависит напрямую от спокойствия ребенка. Интересный факт в том, в этот день мы пошли на гимнастику, куда мы всегда ходим два раза в неделю. Малыши туда идут с удовольствием, они там прыгают.